Ребята, всем привет, приветики. А что это вы криво стоите? Опа, все по уровню должно быть. Так, может наверх сделаем, чтобы красиво было? Голова не мутая, что бородка какой-то. Не углядели. Тихонечко. Тихонечко. Тихонечко, я стараюсь. Городе осень, все просто жаром. А, тихо. Как осталось? Лихто за вертой. Иди, что ты тут мешаешься ходишь мне? Я же сказала, он мне будет мешаться, мам. Так, давай. Тихонечко, я там футбол подъем такой. У тебя будут малы мои. Заберите меня. Опа. Все, я уж так хорошо уселся, Катечка. Так, ребятки, всем доброго-доброго утречка. Прекраснейшего всем настроенца. Дабы где взять его, ага. Чайник скипел, да. Я сейчас буду кофе. Вы не знаете, что хотите. Я устала, все спасу. Как раз точно. Как раз, тут еще по месяцу. Так она на мне в два раза больше болтается. Конечно. Так, всем приветики, 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 приветики. Ага. Привет, дорогие. Ваня прислал. Приезжали они там в Волгу. Салам, приветики, салют вам. Ага. Доброе утро, Уляхина. Привет с Воскресенска. Привет, приветики. Любимые приветики из Барнаула. Наконец-то вас дождалась. Теперь день удался. Дай бог, дай бог. Доброе утро. Привет. Доброе утро, Катюша, Наташа. Доброе утро, мои любимые, золотые, драгоценные. Наташа Шуковская. Наталья, привет, привет, золотая. Торт красивый. Я сейчас подглядел. Ага. Еще раз тебя с днем рождения поздравляем. Это. А мы ездили в больничку съездили и в магазин поехали. Это. И накупили три пакета вкусняшки. Я говорю, нифига себе за справкой съездили. Ага. Смотрите, у нас что есть. Ага. Но мы пока не будем на завтрак. Потому что я купил два сырка себе. Мне же надо с утра там сахарок-то вот это. Ага. Два сырка купил. Говорю, будешь? Нет. Наташа, будешь? Нет. Съела мои сырки. Я еще три купил и их съел. Ну, пополам, конечно. Да, да, да. Наташа. Я вообще не вижу, не слышу, чего вы говорите. Женская солидарность. Ну, отрава. Угу. Вот сырков с утра напоролись. Надо кофе срочно пить. Доброе утро, любимки. Ура, ура, Ленка. Привет, привет. Банда. Ага. Привет, красотульчик. Удачных, хорошего дня вам. Первый раз с вами на прямом эфире. Валентина. Привет, приветики. Ага. Хороший денечка. Работать теперь будет веселее. Ну, дай бог. Ага. Сегодня подписчиками там фотографировали девочки. Ага. Доброе утро. Катюша и Костя. Приветствую. Тургенева. Любим вас. Приветики. Это где такая. Всем привет. Здоровья и всех благ. Аналтай. Плюс 9. Ветер. Холодно. Олесечка. У нас плюс 7. Холодина. Вообще мороз прям пробирает. Ага. 7 минус. А как это вообще холодрыга такая. Ага. Этого. И солнышко. То есть, то нет. То есть, то нет. В общем холодина. Холодина. Прям морозная. Мороз. Так. Доброе утро. Сатуль. Приветствую. Солнышко. В Москве. Приветики. Приветики. О, нифига себе. А у нас не солнышко. Ага. В деревню заехали. В деревню солнышко. А там везде не было. Ура. Мы чай купили новое. Ну-ка. Ура. Катя. Давай. Сейчас. Ты же по воду разберусь. Наташа, там два яичка в холодильнике валено. Видишь Катя? Да, да. Достань, пожалуйста. Они в самой верхней тарелочке. И паштет вот стоит. Тоже достаёт. Я говорю, да ты целый чайник. Она не открывается в холодильнике. Да, она присоска присасывается, его открыть тяжело, правда. Надо какой-то специ... Специального, чтобы мы не жрали. Ха-ха-ха-ха-ха. Я не поняла, какой паштет. Вот прям он тут, где яйца стояли, под крышечкой, да. А это? А я думала, это он время просто выжидает. Давай закрывается в холодильнике, какое-то время открыть его нельзя сразу. Ага, тетя. Я вообще думала, что это поэтому он так плохо открывается. Где-то на зоне, на валбусе есть какая-то открывашка в холодильнике. Раз так. Это для удобства. Очень сильно присасывается. Доброе утро, красотуля, привет. Солнече в Москве. Ага, привет. Элисты, привет, привет, Алиночка. Костя, подергал. Хлеб-то надо? Да. Спасибо. Подергал так маленько ложек. Ну, не получил. Ну, ладно, потом тогда. Ну, охраняется. Ладно, денег порывай с другой стороны. Ага. Ты чё, Катя? Мы не отступаем в таком случае. Ты чё отурела? Так, на завтрак вот Кате будут яички. Говорят, желток не надо, поэтому будет только белок есть. Катя желток любит. Ха-ха-ха. Блин, кто так, Наташа, хлеб? Ты затянула? Нет, в магазин тогда. Нет, это я тихонько затянула. А это ещё и ты. А когда нёс, он видать это. Упал, пакет весь разорвался на улице. Замолчи, пожалуйста. О, тут салат есть. Да, это вчера вечером делали. Диетически. Я же ночью салат ел. Я держусь. Где Леночка? Так, на Пасху к вам испеку ещё лучше фруктовый, медовый бисквитный и безе. Так что ждите, Наталья Жуковская. Ой, Наталья, надо на стойке тебе, Вадим, положить в машину. Пусть лежит. Да, обещал приехать. Правда, нет ничего вкусного такого. Теперь только летом, когда заготовишь на будущий год. Надо, чтобы постояло. Ну, что-нибудь придумаем. Так, доброе утро. Ну, будешь растирать ноги матери, а и то хорошо. Привет вам, хорошая, добрая, весёлая семья. Привет, приветики. Так, доброе утро, наша любимка очень вас ждала. Вчера и уснула. А сейчас гляжу на вы тут. Очень рада вас видеть. Хорошего дня. Да, очень кричит. Ну и сны. Спасибо, Светочка. Да не такие, ребятки, караул. Не хочется жаловаться, но Спасу нет. Ни сна, ничего нету. Всё болит, всё крутит, мутит, ага. У меня по-своему, у Кати по-своему. В общем, битый, не битый. Вот тут друг на друге лежим. Ага. Привет, приветики. Ну что, Костя, справку выдали? Да какая, Лен, справка? Ты чё? Мы же в дуре муглу живём. Ты чё? Гусь хрустальный, это всё. Вилы. Никаких справок. В Курлове девочки выдали. Вот опять ехать теперь подписывать. К той, которая нам отказала, не подписала. Осталось победить Горыныча и всё будет нормально. Не шевелится, да. Не знаю. Я уже не хочу. У меня нервы на пределе. Так, добрую-то с папку взяли. Ага. Привет, Казахстан. Привет. Ура, мои наркотики, грибочки. Привет. А мы вчера-то, я в компьютере сидела, Костя уже уснул. Потом я, всё, у меня к решению не получается. Затем кнопку, я Костя... Залить хотела? Хотела. Один раз зазмолил сначала. Начал. Потом думал, не буду, а то плохо. Я видел. А я еле живой сам, блин. Кое-как, ну, в общем. Ложи, Маш, хватит. Я вот тут лежала тоже. Телефон звонит, 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 звонит. Мам, Сережки куда ложу, Костя? Не убирай, дальше. А то потом я забуду. Телефон звонит, 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 звонит. Я понимаю, что что-то не так. Наверное, Стёпку ищу. Они, наверное, в школу пошли. Они такие ночи реально стук в окно. Но... Лёшка с Машкой пришли. Уже в двенадцатая ночи. Или во сколько там. Ну, Папа. Ну, Стёпка, сегодня ждёт тебя, разгоняй. В общем, Стёпка пришёл к нам вчера и остался. А мамке не сказал, что у нас. А мы цепим, я выключаю телефон, мне пофигу. Кто там звонит, что там звонит. Они там в том пакете остались у меня, я принесу. Спокойно. Обычно Стёпка говорит, я у Кости или у Наташки там. А тут он молчал, зараза. Так что, он дождик тоже был, сырой. Наелся и спать улёгся. Это уже план такой был. Мам, сапка появилась. Катюша, как здоровье, как настроение. Привет, Грибочки. Привет, привет. Да на стол положь, ты надоело уже, если честно. Тут журшишь, ходишь, шебуршишь, что-то. Ну, как это. Не знаю, как это. Ну, давай, скажи, сыр. Ты так всё знаешь, что говорить, ты. Мам. Мам. Маш, Настяки, брови замашь. Привет, Самара, приветики. Привет, Германии, дорогие. Эллочка, здравствуй, солнце, приветики. У гусей тоже не было 8 градусов. Тоже не больше 8 градусов. Да, Валерий, вот. Да, мы вот в куле сейчас мотались туда-сюда. 7 градусов в машине показывает. Да холодно. Пробирает морозничек, караул. Приветики, приветики. Домой в магазин. В больницу забежали, в магазин и домой. Никуда не мотались. Приветики, Стерлитамака. Приветики. Привет, привет. Костя, Катя, Наташечка. Алекс, привет, привет, друг. Здрасте. Вылезти так. Из столицы. Приветики большой. Приветики. Сестра, она с нами завтракает. Это чья? А у нас паштет. Блин, какой вкусный, ребята. Сейчас похвалюсь. Егоров. Какой? Да, Егоров. Паштет пражский. Эко, шиф. Какой-то паштет пражский. Не знаю, девочки прислали, порадовали его. Вкусный спасу нету. Необычный. А из кого, не знаю. Чей это паштет-то? Состав. Свиная печень. Блин, я не знал даже, не думал, что свиная такая вкусная. Думал, какая-нибудь это, кенгуру. Так, приветики. Привет большой из Биробиджана, рад вас видеть. Привет, приветики. Наташа какую-то взяла детскую неожиданность. Он номинает. Это пудинг. Пудинг, шмудинг. Карамелька. А мне прям сырков так захотелось в магазине. Спасу нету. Пришлось заточить пять штук. Ну, с Катей пополам. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. У меня какая-то маленькая половинка. Ну, четвертика, да. И так жалко было тебя. Привет большой из Биробиджана, рад вас видеть. Тамарочка, спасибо, приветики. Доброе утро. Вы вчера исчезли, ждала вас, не показали нам даже, что купили. Мы немного отдохнули от нас. Хорошего дня и настроения. Да настроения нет. Ребят, по этим врачкам бюрократы и сраные. Я вам говорю, ничего не получается. Ни справки, ни это, ни то, ни третье, ни пятое. Ни хрена никто ничего не делает. Помогают только девочки с Алмеда и оттуда вот и куратор. И все. А у нас же все пропасть. Курлые девочки вот выдают, а подписывать никто их не подписывает. Завтра в понедельник опять ехать на поклон к ним, к этим буржуям. Я их так больше никак не буду называть. Приятного аппетита. В холодильнике продуктов мало вот и вакуум образуется. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты думаешь, Алекс? Ха-ха-ха. 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 Так, привет с первыми приветики. Привет с Камышлового. Как походят выходные? Еще не только начались. Сегодня будет топить баню. Обязательно. Те выходные не топил. Караул. Уже зачешется все. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Спаса нету. Приветики мои дорогие. Привет Надюх, приветики. Косте интересно. Нет настойки, чтобы рот закрыть и больше она не откроет иногда. Так что она мне вообще не дает с двух. Ха-ха. Ха-ха. Матери молить, да? Ха-ха. 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 Катя, как всегда красавица. Костя, ты сказал, что не дашь Кате желток. Ты бы видел, как она тебя посмотрела у Мора. Так для этого и сказал. Ну что, я не знаю что ли. Ей белок этот сами ешьте. Ага. Ей желточек подавай. Она любит его с пасами. Привет дорогие. Что ты? Лысый плаки-плаки или нормогаки. Так, привет. Наташа такая веселая, озорная девушка. Прям обхохочешься. Плюс сто пятьсот. Ха-ха-ха. Ой, шуточка за триста. Ха-ха-ха. Ха-ха. Семейка Адамс, блин. Ха-ха. Все, чай не будешь пить. Привет Грибочки. Наталья привет. Привет, приветики, приветики. Так, привет из Бреста. Брест как? Вот это не нравится. Блин, что тут? Я вообще кофе хочу пить. Ты будем киспарола? Нет, будешь. Он невкусный. Он невкусный. Он невкусный. Вообще есть невозможно. Сделал ложечку сам. Ну не знаю, вообще невкусный. Есть невозможно его. Сроки хорошие. Как мягкая риска. Как мягкая риска. Вообще невкусная. Должен быть другой. Жри давай, раз купила. Ха-ха. 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 Выбираем меньшее. Без сахара. Сидел на одной диете. Не наедался. Сижу на трех. Все в порядке. А на Биробиджане 21 градус. Но через неделю похолодает. 11 градусов прыгать непонятно. Сам хренов, когда с плюса на минус, да, прыгает. И много градусов. Да сейчас все в погоде поменялось. Ага, как будто углубит нас кто-то. Надо жалоб писать в министерство. Да да, без жалоб нервы кончились уже. Приятного аппетита. Надо ходить писать. А не так толку не будет никакого. Мне сказали, если что-то прислали специальный документ. Через какой потом писать документ. И звонить в апартамент. И звонить в свою страховую компанию. Всем сразу назовем. В понедельник последний шаг. Едем, если не подписывают. Можно звонить. Потом идем заказное письмо отправлять. Заказное письмо на 057-ю справку. Чтобы они письменно отказывали. А потом уже будем звонить. Звонить, снимать видео. Везде буду. Ходить уже специально. Квалификацию сменю. Буду ходить. Снимать, как они работают там все сидят. Они уже больно важные. Уже людей они не видят, не замечают. Что да как. Вот девочка там в Алмеде. Врач. Она это. Она если работает, то она работает. И она хочет помочь. Она один вариант дает. Второй вариант. Третий вариант дает. Третий, четвертый, пятый. Она говорит, я все равно добьюсь. Как бы это не было. Понимаете. А когда никто не хочет. Она вот так. Как заведующий вон за этом. Какого в Алмазе. Иди отсюда в Курло приписано. Там иди. Ну понимаете вот это. Уже как будто на огороде она у себя сидит. А я к ней в гости пришел. Угу. И это сплошь и рядом все это такое. Привет. Привет. Привет Афганистан. Ой привет приветики. Так доброе утро. Доброе утро. Что сегодня будете готовить на обед? Наверное ничего. Макароны с сыром. Точно. Блин. Сейчас вообще был угар такой. Едет в машине она. Я хочу макароны с сыром. Я говорю. Какие макароны ты хочешь? Тебе нельзя макароны. Я что ты их не ела уже? Я что их ем все время что ли? Я говорю. В кафешке вчера у меня пол тарелки съела. Три вилочки только съела. В общем ага. Три вилочки. И говорит. Когда я есть то буду. Ха-ха-ха. Я не могу. Я что одни салатами буду питаться. В общем купили вкусные макароны и сыр вкусный. Сейчас будем караву заставить меня. Спасибо большое мой хороший. Доброе утро. Еще раз Костя будем жирить. Так Костя у вас разговор с Наташей просто угар. Ха-ха-ха. 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 Так привет привет. Ой Костя. Ха-ха. Рисковый ты парень. Сейчас вроде Катюша за все спросит. С тебя за желток и за Наташу. Ха-ха-ха. Да нет у нас такая бы это. Ну сколько. 20 лет так общаемся. Ничего. Терплю их. Ой привет. Ха-ха-ха. 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 Привет роднульки. Гелетки вы скопали. Ждем мороза. Давай давай Наташ. Копай шибче. Ага. Я не люблю это дело. Будьте счастливы. С юбилеем кого-то юбилеем. Так у меня у дочи сегодня день рождения. Обожаю ее. Катюша поздравь пожалуйста. Ее Диана зовут. Спасибо. Дианочка. Поздравляем с днем рождения. Желаем счастья вам. Здоровья. Исполнения всех желаний. И фейерверк. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Баба. Привет грибочки. Что ты говоришь. Побыстрее давай. Шевелись хроманушка. Алло. Ты где ребенок? Так приветик приветик. Костя с Катюшей. Доброе утро. Как ваши дела Катюша? Прекрасно выглядишь Наташке. Всего самого наилучшего. Желаю тебе здоровья. Все будет хорошо. Ага навязалась еще на нашу голову. А мы с котом кашу гречную и молочную едим. Детям сварила и ем с котом. Клево. Хороший кот. Хороший кот. Вы видали она бля и сколотить хотела. Я уже с вами. Оп. И ходить с ней. Белочек. Так. Костя напиши Собянин. Да не я так же говорю. Я ничего не буду писать. Я ей ходить больше никуда не буду. Нафиг надо. Пусть сами шевелится кто хочет. Уже мне с Катей хватает этих походов. Еще с ней ходите. Пусть сама. Так. Костя я все добиваюсь. Письма. Губернатор написал один раз обращение в прямую. Президент. Только забегали. Сами не звонили и умоляли. Приходите. Так что давай. Угу. А мы Орловы напишем. Губернатор помните Владимирской области. Она тетка Катина. Мы ей напишем. Она скажет. Ну все. Я люблю тебя Наташа. Ой. Наташ кто-то любит. Заирыч. Привет Владивостока. Привет приветики. Так. Костя правильно говоришь. Да. Убивался. Катюша надо понимать. Так. Дай макароны с сыром. Ой. Попозже. Сейчас позавтракаем. Все равно Катя полежать будет. Поспать будет. Таблеточки не забудь сейчас. Опять таблетки забыли пить. Что за голова? У меня голова не работает настолько сколько. Я должен один все помнить тут. Понимаете ли? У меня тоже голова не работает. Да у тебя мы знаем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так. Катя когда будет генеральная уборка в Пасхе? Ну как вот банда приедет. Ха-ха-ха. Ха-ха. Привет Костя как погода? У нас холодно. Наташа уже начинает. Привет из Стулова. Классный. Привет из Сочи. Добрый день. Крепкого здоровья вам. Костя и Катя. Спасибо. Ниночка спасибо. Привет дорогие любимые. Мариночка привет золотушечка. Давай таблетку. Людина целуем. Вы обнимаем. Таблетку? Они там все. Как будет? Привет из Казахстана. Грибочки привет. Наташа привет. Катя красотка. Костя молодец. Спасибо золотая. Спасибо. Ничего не скажешь. Я раньше Костя всегда пела. Да так. И две коробки вот сверху. Самый могучий. И со мной я лучший. Ничего не скажешь. Молодец. На вот это и даешь. Так в какой сказке про Кощея пели. Мася сегодня вкусный поедет. Купили штучку. Давно она не ела. Так давно. Угу. Маленько поела. Она же интеллигенция вшила. Наташа не надо вот так делать. Не надо. Как Машка у тебя привычка. Налей себе встань чай и вот. Все. Хватает тут сидит. Все. На скандал нарывайся. Сейчас вам закачу. По-моему. Так. Приветики. Не могу Костя терпить девочек. Конечно. Все же знаете. Наташка привет и здоровья большого. Мариночка тебе передавать. Созрай. Костя обзывайся Наташу. А то кличка может потом и остаться. Какая кличка. Что собака что-то кличка. Так есть ремнидот про кота и гречку. Дали коту гречку. Он такой. Фу. Гречка. На следующий день. У. Гречка. На третий день. Опять дали гречку коту. О. Гречка. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Точно-точно. Раз нечего больше жрать. То да. Вкуснятина какая. Хорошо. Так. Жизненно. Банда. Банда к бубераспори. Уйдет чудо. Уйдет трава. Тихо. 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 Лежит. А тут не осталось места видать. Я это. Катя Костя Костя Костя. А она у нее вот тут лежит. Мась. И там хвостом ешь. Ну зараза. Ну и потому что не пролезть не получилось. Дырочек-то нет. А что у вас на ходильнике на свяжителе одета? Это игрушка осьминожка такая. Вязаная. Ага. Привет всем. Привет-приветтики. Кстати Костя, почему мы банда? Банда? Ммм. Потому что вы банда. Не знаю кто-то придумал это. Я не знаю. Я от кого-то подцепил это. Маш, ты что-то сказал. Может быть. Как бы Косте не было неприятно. Надо писать. Поверь, это работает. Пишите везде. Просто отправьте через интернет и ждите ответ. Ответ не заставит ждать. Вы вставляете сколько мы не знаем. Ага. Тапочки купили, Катя. Только зашла. Я. Мы не нашли ничего. Ничего не нашли. Таких это. Они или тяжелые, или кожаные. Такого, чтобы тряпочные. Даже детский мир обошли. Ей же надо специально, чтобы и подъемчик был. Хорошо, чтобы одевалась, и чтобы попрохладнее, и чтобы ногу не давило. В общем, никак. Не нашли, но там размер был. Но штаны купили. И не поверите, мы не знаем где они. Опять в машине остались. Да? Вместе с твоей жилеткой. О, и жилетку мне купили еще. Они в машине пакет. Степ, ты не принес пакет с машины, Степ? Вон что. У нас в Равлограде было плюс 30. Привет, Костя Катя. Приветики. У меня вот есть все только с рук. Дурная привычка с детства. Я когда его взяла к себе, ему было три недельки. Кормил с ложечки. Вот так и привык. О, как? А у нас было это. Или это масса была? Жевал тека. Муха. Муха наверное. Муха. Да. Только жеваную ела. Вот с детства тоже привыкли. Кабаску еди меня. Раз, раз, раз. Положи. Кусочек положи нибудь есть. Вот отрава. Но зато все супы все ели. Ну раньше ничего не было. Доброе утро, Грибочки. Вы такие же. Увы. Ты же злая сына на футбол. У них сегодня матч. Приехала домой и думаю, что приготовить. Наверное, стошки сделаю. Стошки очень вкусная штука. Нежная, вообще обалденная. А Костя с Таней получились вообще. Кайфовый. Вообще. Я стараюсь. Мой одец. Костя злой сегодня. Я злой сегодня, вчера и позавчера. Поэтому не уходил, ничего не записывал, не болтал. Да. Ну уж терпите. Кошка любит Катю. Всегда. Она всегда с ней. В компьютере сидит она с ней. На руки есть. А это Катя играть, а она ей на руки ложится. Отрава так. Спит с ней всегда. Я Катю переворачиваю, она на меня ругается. Мася. Шипит. Уйди отсюда. Говорит. А я злой. Я ей как режу по жопе. Она летит, бежит. Ага. Главное она отходит. Она вроде хочет показать, что я она хозяин. А я то главный. Ну она хозяинка. На кресло уходит. Кость меня переворачивает. От меня отворачивается. Мася тут же. Так-так-так-так. Сразу идет. А ей надо одеяло. А Костя спать хочет. Катя сразу говорит. Костя. А я только отвернусь. Уляжусь. Говорю. Пришла эта к тебе. Ага. Да. А она идет. Ей надо одеяло приподнять. А у меня не получается. И я буду то есть. Чтоб он одеяло приподнял, Мася пройти надо. Она тоже свои у нее свои прибомбачит. А бы это пролезть не получится, она уляжется мне на нос. Да. Или поддел залить, а хвостик вот тут у детей. Так. Мася хитрая, умная. Очень она. Молодец. Так бывает я ругаюсь. Поедете на море в этом году. Наверное нет ребят. Потому что они дружные. Вот и банда. Мариночка которая нам помогала. У нее беда за бедой. Беда за бедой. Сейчас в больнице вот. Тоже не знаем что аж это. Такая печаль крову. Дайте. Давай тащи с машины обновки хвалиться. Да кого тут допросишься. Вы что. Степа он же. Ты что. Он же деловой. Его сейчас уже не спроси, не покажи. Хромоножка не пойдет. Самому не охот. Давайте так. Давайте я ухожу. Привет. Магазин. Ой. В машину сходить. С обновками он за это. У меня магазин в голове. Катюша свеженькая. В голубом ей хорошо. Сзади лежит. Под курточкой. Ага. Съела? Что? Что написали? Что? Катюша свеженькая в голубом ей хорошо. А? Съели? Они обе говорят что это серая кофта. Я не говорю. Я не говорю. У женщин нет дальтонизма. Я не говорю что это серая. Это бирюзовая. Бирюзовая. Успокойся. Ты говорила. Ты еще кто то говорил. Я победил. Согласна? Согласна. Да. Они меня тогда со штанами съели. Ага. Что они были коричневые. Они говорят. Болотные. Зеленые. А сказали серая кофта. Голубая. Я победил. Я не сказала что прям вот. Ну не синяя. Катя. Потому что говорила не голубая. А синяя. Ну никак она не синяя. Она голубая. Она была синяя. Выцвела. Стала голубенькая. Ну никакая не серая. И тем более не бирюзовая. Я вас тут уделаю обоих. По цветам. Доброе утро дорогие. Это бомба голубая кофта. Ахахаха. Так Романушка. Степа приветики. Привет. Обнимашь Катюша. Светится вся Костя. Кто тебя настроение испортил. Все хорошо. Видите. Ржем уже как дурачки. Кто меня испортит. Степа салют. Вот я про кличку Романушка имел ввиду. Что перестанет потом. Да прекратите. Сейчас она вытравит. Все хорошо будет. Да. Будто ты козичка. Катя соглашайся. А то без макарон. Останешься. Сваришь дочь макарон. А еще можно кефир сделать с чесноком. Ну что я разбираю шкаф сразу начну. А то не вам сказал шкаф разобрать всю одежду вашу. Там вообще ничего не найти никогда. Там и Ленина и твое. Не. А мы полежим сейчас не будем. А посуду помыть. Тоже тебе. Ты еще не помыл. Да. Я уже думал я тебе под нос вымыл самый тяжелый. Да. Сколько лет вам. 44-52 Катюша. А у нас три кошки собаки чихуа. Она всех кошек строит. Круто. Малыш у нас гуляет. Ну и пока это. Сейчас не стал прицеплять. А я мог. Ну уже держал его. Ну ладно. Думаю. Накормили всех. Котов накормили. Малыша накормили. Всего ты так это от души сказал. Катя раз. Чтоб не этот пакет то. Ты пофигу. А то он нечего кинуть. И Наташа на пакет принес. Так. Всего давайте хвастаться. У меня новые штаны есть. Вчера еще купили. Мы хотели их с утра Кате одеть и не встали. Она в одних штанах замерзла. Говорит. О какие. Сейчас маленьком. Да? Еще. Как раз серый под цвет. Нет. Это не серый цвет. А какие? Бирюзовые. 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 Да. Похож. Свет морской волны точно такой же. Свет морской волны знаешь? Точно такой же. Только красный. Вот да. Именно это я хотела собрать. Опа. Надо это. Если чайник налить, поставить. А это кофе обновочка. Я вчера все перемерил. Ни одна мне по размеру не подошла. Все вот так только застегались там. А это вот. Она маленько тянется. Красавчик. Опа. Молодец. Молодец. Кто нас фирм вадидас? И само да. Нет. Привет Барнаула. Приветики. Элистос зачет. Жилетка вообще огонь. Ага. Привет Ломбическая кость. Ага. Вот что она ближе к бирюзовому. Да да да. Согласен тут я. Такие серо-голубые. Да да да. Ага. Да. Дай бирюзову, пожалуйста. Я же хороший, Костяха. Сколько вы вместе? Мы 21 год где-то вместе. У вас есть дети. Вот она. 22. У нас у курицы сидит. Все вам рассказал? У нас 22. Я же тебе в банку складываю, потом дам. Приветики гости, вы в танцах. Я вообще супертанцор. Ну не знаю так. Поспорь будет. Сейчас помолодец, конечно. Ставь на заднюю стоп, она побыстрее сварится. Так. Приветики, хорошая жилетка. Ага. Купили вчера и забыли даже. Я бы сегодня пощеголял бы в ней. Стёпа посуду моет. Что-то мы еще хотели. Нет. Стёпа наливает чайник. А, тапочки, Катя, никак и не нашли мы. Надо искать. Ей надо индивидуальные. Мы там одни нашли, это с липучкой, чтоб одевались хорошо. Но они размер должен быть жилатый. Ну да, такие хорошенькие. Поменьше не был размер. Стёпа посуду моет. На, да, да, да. Сделай кулак. Да посуду вчера Наташка еще всю помыла. Сегодня там две тарелочки. Поднос я все очистил, надо только сквозную. Так, найкиные жилетки, а не Adidas. Раз. Да, это одно и то же. Я не распределяю, что это, найки или Adidas. Это же суперские вещи. Раз. Ну это китайские найки. Привет, Караганды, Казахстан. Приветики. Так, идите туда гулять, в комнату. Гулять в комнату. Привет, грибочки. Грибочки собрала у вас. Ага. И что надо сделать? Всё, промазал ты. Раз, два, три. Попала. Не так надо делать. Попала я его. Не так надо делать. Ставь руку, давай. Не буду я снять. Давай. Я тебе покажу, как надо. Вот сюда надо ударить. Ну, а там не так или нет. А туда больно. Туда мы не дотягиваемся. Ааа. Это очень больно, когда сюда костяшки попадешь. Это кулачи. А вы тихонько с краю. Здесь, может быть, Шмешка потом раньше играли. Это очень больно. Привет, грибочки, грибочки, собновка у вас. Спасибо, ребята. Спасибо. Это жестокие игры. Мать. Да. Привет, любимый грибочки, собновка. Ага. Спасибо. С собновками молодцы. Спасибо, девчуля. Так, классно. Мы вчера купили, а сегодня мы там тоже. Достали. Ага. Классно. Заряд позитива на целый день. Приветики. Ты и себе хотел тапки. Галоши жалко. Тоже нет. Он нашел дома какие-то. Мы вчера просто это, как ее, на нервиках гуляли. Ничего не охота было, честно. Так быстро пошли. Да какие тапки? Пошли домой. Привет с Ростова. Ага. Вчера у тетёли были у Ростова. Да, поспали. Ну, тетёли в гостях были, потом спали у ней, потом ездили. Вот сначала с утра поехали. Пока тетёля работала, мы спали. Да. Она пришла, а мы уехали. Чай пили, болтали, потом поехали домой. Думаю. Вот так как-то. Какие планы сегодня? Сегодня? Сегодня баню затопим. А так что? Сейчас Кать отдохнёт. Наташка убираться, шкаф разбирать. Угу. Я ничего. Наташа близко от вас живёт. Да. И сто метров примерно. Как будете отмечать Пасху? Привет. Всем привет, привет. У нас будет Наталья Жуковского торт пришли. Едички. Мы его и будем есть. Привет, с Геленджика, вы лучшие. Привет, приветики. Леночка, привет. Геленджик, мы вас любим тоже там гулять. Ой. Помнишь, какая-то брускетта? Сейчас бы вот не надо заточить бы. Такая. Там хлеб пикут они в каком-то прибрежном ресторане были. Большая брускетта, сами хлеб пикут, печки там вытаскивают. Потом сыр горячий наливают. Рыбу красную, зелень, мель. Мы на улице. И всё. Как сожрали и давление у меня упало. Эй, Галя. Красота, да? Сейчас бы на море бы. Белая невеста там ходит, помнишь? Ага. Белая невеста, да, вроде так? Да, да. Красиво, да, разговор. А где дуб этот или как? Кот у чёрных всё ходит. Кот вокруг. Целая сказка там. Так, всем привет. Ксюха, приветики. На Пасху всё собираются. Лена, Маша. Так, Катя и Костя, привет вам с Рязани. Анекдот к тему. Толерантность особенно удобна дальтоникам. Им что розовое, что голубое, всё фиолетовое. Ха-ха-ха. Что? Чтоб лоб, чтоб пол, всё едино, то бишь. Угу. Да, хэ-фу, приветики. Всё фиолетовое. Привет в Санкт-Петербурге. Приезжайте в гости на Белые ночи. Ой, красавец. Это тоже мечта. Тоже хочется. Это когда там? Когда это? Июнь, да, летом когда? Хочется, конечно. Хочется, поедем. Сейчас машинку отремонтируем мало-помалу. Тургосветное путешествие. Не, нам ещё прокапаться надо. Да, прокапаемся. Не, вообще, уже, вот сейчас ностальгия такая, как будто уже это было, да. Чё загадываешь? Карен-2. Мы, в общем, не будем загадывать. Чё помочится, чё помочится. Кто говорит, что кофе спать это неохота? Ага, сейчас. Спать сразу хочется. Привет с Чувашей. Привет, приветики. О, про Чувашу расскажу. Вчера шёл в сервис, пошёл записываться на ремонт. Иду, это, машину при входе оставил там. Иду, это, мужичок, здорово, как я просто тоже мордастая. Говорит, о, тиктокеры, здорово. А где Катя? Говорит, там в машине сидит. Ага, стояли с ним, болтали. Он говорит, я с Чувашей, смотрим вас туда-сюда. Ага, пофоткались. Он говорит, давай сфоткаемся, а то мне не поверят, что я вас видел. Вот, привет ему. Давид, Давид. Так, здрасте из Бреста, приветики. Так, Ксюха, приветики. Банда вся в сборе. Нет, Юльки не видать. Юлька работает. Юлька уже, наверное, херачит там во всём. Яичко? Ага, молодец, Катя. Мой. Это надо быстро посуду помыть, я всё подъем махом. В июне приезжайте. Как вы не ставите, ребята, с эфирными дел полной истории выкладывать, не представляю. Ой, Натак, ты чё, караул? Бывает, телефон на нос падает. Угу. Теперь нездоровый Катюш, а там? Я тогда одно видео 4 часа делал. 4 часа, редактор, медактор, всё это надо сделать. Это очень тяжело. Ага, кто-то говорит, Костя не делает. Ага. Пока Катя спит, я тю-тю-тю-тю-тю-тю. Катя, кря-кря, я туда бегу, поправил опять. Привет, весенний, привет. Катя, крючки. Степа, там крючки есть? Да. Неси, Наташа помоет. Так. Ложечка. Надо фыри купить. Это... Как это называется, Наташа? Вот ты мой, с чем там? Сорти. Сорти. Говно полное такое. Я не могу. Как мыть такое этой штукой? О какой чай. Блин, как показать-то вам? Угу. Как у меня мамка говорила, это... Как моча жучки... А я не мочаю. Моча покойной жучки. Как давно не было... Вон она такая гарна. Какая ты гарна у меня, смачная. Ага, привет, приветики. Моча. Так, приветики. Яксала? А, давно не бачила тебя. Вон сейчас. Так. Убегай. Яксала. Убегай, внучка привезли посидеть. Ура, обняла вас. Давай, давай, золотушечка. Хорошего денечка. Так, всем приветики. Давно эфир? Да уж, порядочно. Сейчас будем завязывать, Надюш. Приветики. Костя Моря, Кожовы, Мужинки. Можно или чего говоришь? Степа, это чей сын? Степа, Машин, Лешин. Мой крестник. Ага. Привет, вам чай пить. А Юлька сегодня на работе? Наверное. Сейчас Наташа в этой работе, наверное. Она говорила, что субботу могут выезжать. поцелуйчик тебе. Хорошая двумяшка. Ну, не знаем, девочка. Ой, кофеек прям замечательный с утра. Накладай ты, накладай. Накладай ты, накладай. Накладай ты, накладай. Ну, и все, и дома читай порядок. Сейчас отдохнем, баньку затопим. Сама печенье купили вам. Какое печенье? Французское. А, Катина любимое. Французское. А вот это. Выбирали между лимонным и мак. Выбрали мак. Угу. Угу. Все-таки надо научиться мак, как мы это все нам говорили. Раньше у нас росло у мамы. Я выбегала, быстренько съем цветочки. Да? Я никуда не ел. Все ходит. А и мне это... Катя, где мак-то? Вот тут был. Я думаю. Не знаю. Ха-ха-ха. На тетлюбу наши позвонит. Как она знает все, как делать. Угу. Так, приветики. Так, привет из Эстонии. Будьте счастливы. Спасибо. Приветики, приветики. Мы уже купили мак. Костя, мечта каждой женщины. Костя, мечта каждой женщины. Костя, мечта каждой женщины. Да вы что, я разве справлюсь с вами? Какая мечта? Ха-ха-ха-ха-ха. Ээээ. Дай бог Катюше стойкой ремиссии. Дай бог, дай бог Каримочка. Спасибо золотая. Привет из Эстонии. Какой прекрасный день. А чё? Тут Любович. Мама. Так. Привет, Любаня. А чё, мы дома уже давно. А, ну чё? Ничего. Ничего, в понедельник на подпись той же. Ну а как? Они же тут выдают. Печатают их безотходно. Ну да. Только надо её подписать. Тогда только она заработает. Подписать у главврача, к которому мы ездили. Ага. Ну посмотрим, что ей скажут. Нам-то отказать. Посмотрим, что ей скажут. Тогда уже будем звонить куда. А кому это? Я на прям пофигу всем. Ну тут разные вещи-то. Вы и я. Совсем разные вещи. Заметно. Опять издеваются над ребёнком. Ага. Только с терапевта начали. Все обследования-то уже есть. И терапевты, невролог уже. Мы всё платно прошли. И анализы, какие надо, всё сдали. Может в понедельник подпишет она, значит хорошо. Не подпишет, значит не знаю что-то. Ага. Ага. Я не такой. Ага. Ну я знаю, что будет. Ага. 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 Ну давай, а то мы в эфире тут болтаем. Ага. Ну давай, давай. Ага. Ну давай, давай. Так. Приветики. Всё к Маршин сыну. Угу. Так. Привет, Караганда. Я так рад, что с вами познакомилась. Завочный. Желаю вам самого наилучшего здоровья, семейного благополучия и конечно бесконечной любви. Пасибочки. Спасибо. Ольга, спасибо. Золотая пасибочки. Караганда мне переносит. Поймется. Да. Татьяна Караганда ей привет огромный. Она оплатила мне опираться на нос. Ай. Теперь этого ствола. Как я уже забыл, как эти капли. Я с пятнадцать лет, наверное, двадцать с каплями жил. А сейчас соплю в две дырочки. Всё сплю. Всё хорошо. Так. Очень классно. Дай Бог, чтобы у вас всё было хорошо. Да всё будет хорошо обязательно. Да. Маленько, как говорится, испытания должны быть. А то уж больно всё гладко ложится. Ага. Привет, Павлодара. Хорошего денечка вам. Ага. Привет. Наташа ваша общая дочь. Я вообще не знаю, чей это ребёнок. Ага. Прицепилась тут, присосалась. Хе-хе-хе. Привет, с Дальнего Востока. Дай Бог, всего хорошего. Ага. Добрый день. Нет, это Катина дочка. Она была восемь лет, когда мы с ней начали с Катей жить. Ну, сейчас уж получается, наверное, моя. Ага. Наверно. Так. Добрый день. Казахстан. Как Четав? У вас, видимо, теплее. У нас тоже тепло. С весной у вас здоровье и всех благ. Так. Спасибо, что вы к нам приходите. Угу. Как Шитау, наверное, это там. Немножко холодно. Салют, мои хорошие. Холодно. И уже дома-то холодно. Надо отопление чай включать. Наташа Катина, дочь от первого брата. Ха-ха. Привет с Ямалом. Привет. Костя, уплотную пен? Не, не уплотную. Просто. Катя Костя, привет сургута. Приветики. Доброго дня. Всем хорошего. Всем у нас. Старая ельница. Когда помнишь, только все начиналось. Я говорю, Костя, смотри, вот этот город. А сейчас сколько много. И города, и страны. Так клево вообще. Даже с Афганистана сегодня нам гости заходили. Так. Добрый день. Ага. У Наси. Что там у Наси? Уберу поднос. Молодец. Протерла? Да. Все. Все как я учил. Это. И чайничка. Степ, иди, чайник скипел. А решетки не было блестящей? Мне кажется, было. Куда она делась? Нет, не знаю. Без понятия. Ага. Сейчас. Так. Привет, приветики. Костя, наверное... Костя, наверное, моя. А Наташа даже на тебя похожа. Ага. Заведомо Катя приезжала. Подглядывала. Ага. Как это написали про город газеты у Владимира. Мы когда ездили, интервью давали. Они вот про нас там все пишут. Историю пишут, 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 пишут. Ага. И это. И говорят. Так. Костя с Катей знакомы давно. Ей было восемнадцать, ему девять. Она приезжала в деревню, мальчишка разглядывала, и его тоже глядела. Ха-хаха. Вот она чё, понятно. Охотница. Рыбак. Ха-ха. Конечно. А там кто-то такой белый бегал. Лолосы длинные у меня были вот так пополам сюда. я их вот так раз или вот так закинул какой у вас vpn не знаю даже не скажу щит щит да щит так привет с ноябрьской приветики синий щит так все как у вас учил учитель все как я учил это вот за все время у нас 2 или 3 пенка ее скачаешь она дня два глупит потом работает добрый денечка так добра мне грибной оставь так кости кати привет из москвы всего доброго привет привет аллочка привет 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 спасибо за 5 тип здорово взаим-заимно златушечки так на убирать и это мой я ищу свой телефон наташки наталка свой ищу где мой телефон мужик какой-то приходил сегодня кати шоколадок надарился брат твой сашка манат костика привет из москвы всего доброго хороша груши в баночку туда я иду они меня видят братиш привет зависть были братиш привет да это твои кореша степ все полюбит эту дыши рашки ему только дыши рашки подавая и батон дастик толстые девушки привет хорошего дня привет привет так приезжайте гости ярославскую область ярославская область привет у нас красиво естественно золотое культу россия а мы с владимирской же область соседи закрептела закрептела сара все еще рассказать чего вы рассказать так обновочками похвастали да то она меня заставляет чистить все время вот какие купю как уже чищены а то вчера сел не получается не всегда получается плюнуть и погрызть а семечек хочется сырые купить помыть их посолить и пожарить вчера постепка прибежал это или в пакет чуть-чуть семечек я уселся в кресло фиг это щелкаю в стакан взял туда плюда катя костя очень пришлось это сидеть и щелкать пришлось кормить воробушка у нас красиво все классно пацан но дорогие асечка привет приветики так леночка не приехал леночка приедет наверно ночью 35 рублей что кто должен добуду это у них два часа выступления в москве у леночки а потом наверно приеду владимир ну как разберутся думаю приедут потому что это я спрашивала не сказала нет а так сразу сказал поэтому я сейчас отдохнем часиков четыре затоплю баню в 3-4 помаленьку 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 и к вечеру натопится их на паре все спасу нет все почему не в школе или в субботу у вас не учится по субботу у нас трехдневное это получается когда по семейным обстоятельствам когда живот болит молодо очень выглядит кто так что ждем думаю леночку наверно ждем да верно дайте тоже куда-то ушел привет доброе утро аннушка привет привет золотушечка семья привет всех обняли целовали у стёпа голос прям машин как они его ночью искали ой зараза он вчера промок прибежал весь сырой это разделся поел и уснул и телефон видать вы или вы не пел аят спал мне пофигу наш выключен был телефон они ищут его 12 часов ночи лёха заявился с машкой ага ну я ему завтра устрою и давай вспоминать как женьку воспитывались и гора маленький кто когда не проходила все пошла же посидели поболтали но стёпа тебе достанется от мамки сегодня он не боится он что ничего не будет приветики стёп молодец цену озвучил сначала 30 потом 35 5 за ноги 5 за ноги 5 за ноги аси доброе утро привет кости кати хорошего настроения отличного выходных а мы сегодня отмечаем день рождения сына готовила до двух ночи и сейчас еще самый главный торт готов кости передать пожалуйста привет сыну так золотца париночка как сыночка то звать говорим еще будем фейерверк запускать классический приветик ну ты мне да ну ты мне даже 42 года не вы как это как выпускницы ася еще и лозить и лозить ой чё говорят и скажи что и скажи чтоб слушался меня а маша вам родственница да вот так то похоже мы не знаем ну наверное все родственники тут маша оля а катя с видотом с лёхой они худые мы толстые все друг на друга похожи так тебе 42 так приветки нет подруга семьи а когда маша была на вахте а стёпа ночевала наташа лёшка утром пришел говорит а ты где был как у нас в армии майор был это у него глаза косые вот так вот туда глядят и он спрашивает где был когда тебя не было здрасте грибочки передать пожалуйста привет семье гайсиных мы вас любим всегда смотрим не болейте гайсины айнурочка ребятка всем приветики вам хорошего дня прекрасного настроения приветики приветики так привет приветики да все почему потому что я ведьма я уж не хотел озвучивать про вас сама все рассказала так сын дениса спасибо большое он улыбается дениска поздравляем тебя с днем рождения счастья здоровья исполнение всех желаний и фейерверт мамку слушайся обязательно мамку слушай дороже мамки не найдешь точно ведьма приветики родные приветики кости елозит я не так хотел сказать любоваться хотел сказать ну вот не наглядеться а машка сразу розыск машка молодец ищи что наверху так привет грибочек хорошего дня а юлька появился говорят работает вся в работе вот она с нами обычно степа говорит там вы скажет я у наташа останусь я у кости останусь а вчера не сказал гулял и сразу ушел к нам потому что дождик начался и не сказал маме то и вся деревня его искала мы сказать обе две обе депетал кости катика огромный приветик вам из куприева вот приветики приветики привет аллочка так ну все я валяюсь от смеха с вами дай бог алекс ты как выздоровел поправился береги себя давай огнище космище ты куда сейчас сдаваться пойдешь мамки улыбаешься сегодня баню не забудь восколько когда приходить поздно ты еще надоешь за день так так привет как приятно огромное спасибо сказал будет и есть теперь быстро есть главный торт без пороть так привет дорогой приветики всем степа бпшкин а я ночью пельмешки все-таки вырезал маленько как нечуя вот лежал я возле тебя сидел кушал пельмени без воды они были только с кетчуком с майонезом я затравил запах то чтоб ты не почуял качи красавица температура спала дом моей стандартно 37 алекс а у кати 10 лет не было температуры представляешь как начала болеть вообще не было 10 лет вот потом знаешь что пили чеван праж вот кто-то кто-то посоветовал девушку мы лежали в палате в одну забывали по моему зовут валентина мне тоже рассеян склероз вот она нам сказала попейте вот это чеван праж мы заказали я попила ухо как оперативно не очень приятно но попила у меня появилась температура иммунитет стал бороться говорят плохо что иммунитет а кто-то говорит хорошо непонятно уж не неизведано ну то бишь там 47 трав тибетских да 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 а то без температуры болеть страшное дело так доброго одиночка домика с любовью паси 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 в золотые добрый день у нас в рыбурке потоп ужасная обстановка до видели ребятки дай бог что все было хорошо чтоб все наладилось не то он хотел сказать а ну горать на проилозить все так я вчера на липи его пельмени ленка не говори сейчас же они слетятся у тебя ты чё ничего не достанет так у вас в гусе можно купить хрусталь а как же рынок на гусь хрустальном работает до двух часов дня лучше до часу приехать а есть все да там все красота неимоверно так и и перед смоленской области спасибо чаван праж записала спасибо можно все дорого нет асну у нас же не так дорого как куда пустим у вас в москве или даже вот вековки взять где продажи перепродажи или как вы владимир на дорогах едешь вот если люстра у вас в москве 56 стоит тут 18 три раза допустим такие расценки красота корабл там ваза там 80 стоит мне нравится красная ваза 80-го года и еще в одном месте тоже видел старые вазы он не стал говорить какой год грит старый я не скажу какой год но ссср русская раньше у вас было дешевле сейчас уже ну если даже вот магазинах зайти где в центре караул цены какие просто караулич а на рынке все подешевле конечно там чего только нет красиво очень у меня тетка сама помню ванна резала эти рюмки джижи стаканы и там потом продавались я вчера дня там работала скучно без вас вчера было катюш кости уж простите нервы а лена когда привет к вам сегодня наверное ночью а это на туда сходить квартиру наш покажу вам дом наш это очень дом где я родился там сейчас никто не живет там наверно даже хрусталь стоит по-любому сейчас отдохнем пойдем сходим если тепленько будет или завтра все вместе пойдем на экскурсию ленин дом покажем а мы наш или уснул вчера без вашего эфира так старый бы переглядели в яндексе наберите кости грибков там водоклассники контакты можно посмотреть телеграмм миллиграмм youtube и тик ток там вообще видео миллионы заходи да гляди хоть всю ночь так есть так примет привить вот так живой лучше поболтать тогда приставать как я подбородку учишь то чудесные такие обе чудес когда все три всегда это голову и на руки шуляжи там что а если наоборот то хвостом вот так играть токать кость почесать не может иногда их достается от меня она чувствуется у меня ругаются горит не трогай нас катя катя мне надо перевернуть работала в садике после школы я сразу пошла работать работал в садике потом а садик было завод завод закрыли садика естественно распустили там тоже закрыли я потом ушла в декрет посидел в декрете вышла уже работать барменом отучилась еще на бармен там и вышла ты хочу прочитать в школу кости насчет нашей нашей больницы правильно сказал что у них управа нет пока на лапу не даже не перед шевелится сама все это прошло конечно я ни разу не соврала почему я всегда злюсь из-за этого потому что мы все столкнулись с этом меня даже брат кадашеве сломал он лежал к нему никто не подходил вообще только в кино и только в кино это каталку капельницу готовьте реанимацию укол антибиотик тут давление мавление у нас никто не подошел вообще никто не подошел 10 тысяч мудали в карман положили как будто родственник обниматься лес не давал мешал ходить даже тут ага понимаете отсюда вся злость и берется и здесь тоже самое мы ходили собирали 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 анализы сдали это сдали а это поездить возьми туда съездить одно второе третье пятое собрали бумажку взяли а подписывать не хотят федеральный бюджет не входит у нас что больница будет платить нет дядя степа будет платить ага все и сейчас также то же самое песня 057 наташке выдали в это вал меди а она туда не подписана не прикреплена она не действительно сейчас нашу взяли справку в понедельник едем подписывать если она не подпишет я уже не знаю что делать тогда ага это караул ну конечно будет писать нам пришлось вчера съездить анализы сдать сегодня съездите справку такую взять понедельник поехать анализы забрать справку подписать а вот но это хорошо вот у нас машина спасибо вам большое а вот ну куда это надо на остановку я говорю нарезалась еще на мою голову еще одна это вот куда она хромает там но не только она вообще куда больной человек пойдет там на остановку на попутку а вдруг цыгане украдут жизнь бекова а нам некого так приветики приветики да это вообще вечная тема давайте не будем этой нервы вчера они меня два дня я это никак вся не приду я везде с вами их телеграме и в одноклассниках в контакте здесь спасибо золотые слова я когда была беременна кота стал только наживать я после рождения ребенка кот переехал детскую кроватку до 7 месяцев спал постоянно с маленькой один раз на хвост схватили больше что они прыгают у меня так кошка была она когда катилась все время я с ней сидела все такое тут один раз это катится мне маленько плохо она за мной идет я ложусь она за мной орет орет мол пойдем вот коробку и опять стою сяду около коробки посижу мне плохо я опять иду ложусь она бежит за мной я говорю наташ поди наташка мешает но в школе учился пар маленькая наташ посиди пожалуйста с кошкой наташ сидела с ней пока она рожала в общем кошка родила и котят всех перетащил к наташу на кровать мы их обратно она их опять туда в общем так они выросли наташа в кровать но она их туда многих над наташ спит она все равно и туда принесет маленький еще не надо нет она будет их туда еще тащить вот такая умная медицина пока в кармане положим не мы девочки молодцы все равно свою работу делают и анализом анализе бумажки справки а как доходит до верха тут бюрократия все ничего законы незаконно и мы вам дадим бумажку почему отказали вроде они то может и правильно отказ там бюджет не бюджет а куда я говорю пообещала сделай да сказал же нам что это положим вас в больницу раньше владимир жили не было проблем туда сюда раз бумажки собрал все это одним днем отправил тебя положили как сюда переехали все это куда надо идти ездить загородный магородный владимир кататься тут собрали опять куда я же говорю вы же по месту прописки должны куда-то ложить гуси нету не неврологов не макрологов никаких значит владимир и чё нам делать с чего опять начинать заново начинать чистого листа или чё больше в общем и дома будем как обычно дома никаких нервов все мы съездили все купили лариса иванна придете приду кость все поставил 10 капель из дома откололись все и нервы спокойные дома все замечательно никому ходить не надо это поклоны бить очереди стоять нервы мотать на хрена но надо вот я дурак еще задумался вот такая умная медицина пока в карман так с таким делом как у катя по хорошим должны домой переезжать чтобы она не обязаны надеюсь что у вас все будет хорошо и ну начинаешь с того что ой хочется давай сделаем давай давай начинаешь все с настроением думаешь а все папа полочкам раз 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 ага вроде поедешь и зал анализы и погулять ходься и в кафешечку зайти к тете оле заехал посидел поболтал поспал домой поехал так то бишь как бы день идет не в напряг все супер а когда доходят когда все концы обрубает уже думаешь все зря что ли делали вот это все ну хотя ну анализ сдали хотя знаем что надо подлечить что не надо да все что не делается все к лучшему вот в алмеге девочка молодец наташка помогает все все варианты она еще юрист поэтому сейчас мы это все сделаем сейчас будем заказные письма запросы вопросы чтобы отвечали письменных подпечатями и росписями и дойдем до самого верха куда чтобы они как таракашки бегали приветик кости кати я тоже была работа три года как красавица и здоровья я когда с армией пришла в баре за стойка стояла не то что закусочная можно сказать ну как там назывался не знаю что я там бутылками крутила как и умела если есть разные прикрепить гусе калмеды все получится все калмеды никого не уже не прикрепляют чего мы только не пробовали сказать ага там не все вообще не все в гусь прикреплен даже да там там караул нет не так все просто идите на программу мужской и женской она вам помогут а у нас все хорошо нам не надо ничего помогать кости это не только у вас так когда меня случился инсульт я лежал на каталке в коридоре три с половиной часа никто ничего не делал хотя кровь который нужно оказать помощь 4 часа теперь разбегая разгребаю последствия вот асечка вот и я говорю так и ваньки лежал лежал денег дали поехали поехали искать и тогда кредит взяли 115 тысяч отдали я не приехали вечером сделали операцию ему хотя это же срочно позвоночник это костный мозг все разлетел привет казахстана семей привет что готовили на обед да ничего золотушечка мы только позавтракали обед будут макароны по натертым сыром может еще кефир с чесночком польем с краешку катя пристала сегодня макароны сыра какие макароны тебе нельзя ты на диете я чуть часто их ем вчера у меня съела пол тарелки три вилки а их там шесть было всего порция чуть не заплакал ребята сдавать у нас так пока пинка не дашь ничего делать не будет да не не сдаемся просто поделились с вами информация так при прикрепление не влияет на квартпалату да нет ни в квартплате дело ребят просто не прикрепит вообще туда у меня и сестра там живет и это она в гусе то бедолага живет не знает куда чем прикрепляться так привет 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 а мы его мы прикреплены шат курлова уже все официально прикрепились а а так это нам когда в гуси то надо было мы весь гусь объездили на нигде не прикрепили за алмазом ты чего там заведующие сидит и миром править пришел ей свою курлу вы поняли такая я не я кожа не моя орден сутула вот здесь закрутка на спине костин каком режиме стойки делал ставлю духовку на каком режиме с точки делал верхний нижний вентилятор в общем и конверции вот и 35 минут 180 градусов я думаю можно маленько у меня лук чуть-чуть подгорел а так все супер было они только по краю между не стал ложится так владимир вам ехать самим отвести документ так вот вот этот режим я делал вентилятор и два режима верхний владимир так владимир самим отвести документы знаете что может получиться владимир тут мы просто москву хотели москва хорошо и лекарства получше и кровать там на пульте и туалет ванна все как одна комната квартиры ты лежишь ну смена обстановки там хорошо просто полежать это отвлечься от этого всего гостям друзьям куда-то съездить к матронушке сходить вот вот так мы хотели а тут во владимир сейчас может что получится сейчас мы возьмем все документы вот даже которые есть анализы мы успеваем допустим даже в понедельник поехать да вот и мы я я точно знаю что я приеду туда и они мне скажут а с сопровождением нельзя у нас лежать у нас койко места нету как в гусе нам сказали когда мы в аварию попали и так и не она дневной ложится владимир а где мы там жить будем это тоже же понимаете везде что-то да не так получится владимир вами так привет привет а если на постоянку ложится на две недели владимир больницы с ума садишь ну до обеда туда-сюда капельницы мапельницы массаж там локомат и все а после обеда чё делать в палате сидеть бабушки там это они же скандальные привет у меня младшую дочь 6 месяцев забрали принимать у меня не положили с ней на не отвечали вот я страх не терпел за 4 вот у меня тоже так же было я родила потом наташа это нас выписали из роддома и потом я кормить ее она не ест кормить она не ест я скорую вызвала приехала скорая говорит я такую не повезу естественно я там ревела все такое на вызывайте другую скоро вызвали еще одну скорую дверь открываю заходит два дяденьки выше чем дверь и шире чем дверь есть угол взять эффекта в общем нас отвезли в больнице наташи положили меня нет каждый день я скажу молоко его дела каждый день а ее там ее им не кормили я говорю а как же зачем я вожу он возить у вас эти а то у нас детишки молоко едят другие вон ты еще муж кого вскормила сия мать возил молоко я помню каждый день я сцеживала и возила кость того дома система стоит тоже наверно платить мы сами все покупаем врач не берет денег у нас местный врач ларис мы ее приглашаем она ходит она ни в какой не отказывается не берет ну кофе купим конфеты а так лекарства до лекарства капельцы шприцы уколы все все покупаем так мы уже 7 лет капаемся дома ну вот только двадцать первом году в москве были а у нас уже в поликлинике сказать что выход хотели у нас бизнес где деньги мы оба на 2 группе да да все все верно ребят везде и соцзащите тоже когда коляску выпрашивали электроколяску кати давно это был еще на сильненькая была они наташ сказали да ты чё у твоей маме такая болезнь не дай бог что с ней завтра случится вы же нам коляску обратно не дадите она сто пятьдесят тысяч стоит вот так прям сказали город это надо не приходит а тут кто-то хочет чтобы деревне надо приходить врачах еще из города что приехали алекс ты правильно как-то сказал в погоне за здоровьем помрем возле это двери палаты или кабинета и нет все верно ребят надо в общем дом но это хорошо мы у нас нет проблем мы в этом не видим загвоздки мы сейчас ларис позвоним начнем допустим понедельника и дома прокапываемся а вот операцию как сейчас вот сколько уже суеты прошло и сейчас опять она мне вообще надо она мне надо у меня вот это матрешка есть а еще эту надо теперь возить каждый день туда-сюда третье пятое это ладно одним днем бы поехал все сделал справочки я подписали все и уехала хош отвезли а тут еще крово наташи алмеда самое лучше привет грибочки давно сидите давненько анекдот такой есть мужик подходит на троллейбус на остановку давненько троллейбуса нет бабушка говорит давненько а тефтель из картошки приготовила сейчас как в садике вот как в школе бы давали эти подливку такую с этими перловочка котлеточка или макарошечки вкуснятина была это стёпина вообще его ругает главина кати всегда хороший был чем поднимали не не всегда хорош всегда не хватало а чем поднимали сок гранату да говядину и все так ничего лекарствами мы никогда не поднимали привет приветики спасибо у меня духовка такая же а красота блин девочки спасибо всем огромное как она печет песня что так спасибо ты так молодец кости говоришь правда а я вообще все готовлю на этом режиме это самый лучший режим то бишь и верх и низ и конверция он пропекает хоть пироги хоть чё супер как анализу кати хорошо есть два моментика не страшно кость владимир принимает решение когда вас отправить они ваши местные нет ну владимир куда принимать владимир решение мы же москву собирались а главврач гусевской нам заблокировал сразу все какой тут владимир владимир и дело не дошло 57 справка так а это по-простому тогда надо заново начинать это черт у меня младшая дочь вообще после родов три месяца но выхожу не лежала и родилась пять месяцев 800 грамм сегодня три месяца к ней в роддом ездил а потом ее выпить и через три месяца опять реанимации у кати у нас что же больная порог сердца у нее что-то можно карди наездил санок и хочу не пускали да как перевел я приезжаю допустим я каждый день ездила и мне там эти нянечки разные но и санитарки 1 пропускала другая вы выносила мы чаще пропускали потому что она лежала под зонтом там каким-то ну как там называется в этой а приезжая один раз уговорила мужа поехать поглядеть дочь он говорит да чё ехать мол это не вынесут в общем я уговорила приехали туда вместе а это вышла такая злая медсестра и говорит я вчера маме показывал сегодня только папе покажу естественно я заревела и доктор вышел горит в чем дело я бы мне что-то не хотят показывать могут пропустить ее не пропустили меня тогда так тоже было у всех раз давать у всех разные ситуации бывают не очень приятные но ты посидишь это пойду полежать ладно ребят все хороший денечка прекрас всем настроению спасибо большое за все пока пока все